приветствую вас дорогие друзья сегодня особый выпуск такого еще никогда не было сегодня не будет графиков мы поговорим с вами о ключевой теме в сфере трейдинга и инвестиций вы много раз слышали о том что успех в трейдинге это 80 процентов психология и только 20 процентов все остальное но порой очень сложно понять что же все-таки стоит за этими 80 процентами и потому все ищут несуществующий грааль который скомпенсирует несовершенство собственных убеждений и действий и так хочу начать с цитат опытных трейдеров и инвесторов касательно психологии трейдинга они разные по набору слов но все передают один и тот же смысл здоровая психика вот он грааль и так торговля это тест на самообладание и выносливость ralph wins разница между победителями и проигравшими заключается не столько в природных способностях сколько в дисциплине проявляемой в избежание ошибок линда рашки ключ к трейдинговому успеху это эмоциональная дисциплина если бы ум был ключом тогда многие трейдеры зарабатывали бы на торговле это будет звучать как клише но единственная причина по которой люди не зарабатывают на финансовых рынках это то что они не урезают свои убытки виктор спирандео успех в торговле является конечным результатом развития правильных привычек трейдера а такие привычки появляются в результате обретения правильной психологии торговли nail fuller я не заметил большой взаимосвязи между хорошей торговли и интеллектом некоторые выдающиеся трейдеры довольно умны а некоторые нет многие невероятно интеллектуальные люди являются ужасными трейдерами достаточно среднего интеллекта и гораздо важнее это эмоциональная составляющая уильям эхо лучшие трейдеры знают что ключом успешной торговли является терпение не торгуйте слишком часто не открывайте слишком большие позиции бернард бару сосредоточенность терпение мудрая проницательность непривязанность навыки которые приобретаются с помощью медитации и навыки необходимые для процветания в трейдинге иван биаджи если вы научитесь создавать состояние ума которая не зависит от поведения рынка сложности исчезнут марк дуглас успех у меня привело отнюдь не мое глубокомыслие большие деньги мне дало терпение мое терпение люди которые правы и могут терпеливо ждать результата встречаются редко всеми известный легендарный джесси ливермар многие эти рекомендации и умозаключения стоили этим трейдером больших денег порой чтобы понять простые вещи нам приходится очень долго за и дорого за это платить нам же они достались бесплатно поэтому мы часто не можем их оценить и ими воспользоваться как следует давайте же спросим себя дисциплинированы ли мы или нет терпливы ли мы или нет не привязаны или привязаны все-таки к материальным благам урезаем убытки или не хотим причинить себе кратковременные страдания правильные ли у нас торговые привычки их приобретение также зависит от здоровья нашей психики ну вот что же больше всего влияет на психику многие люди даже не подозревают что на самом деле от счастливой жизни и наличие здоровой психики их отделяет всего лишь один аспект который называется следование своим принципам на самом деле избежать сомнений и неуверенности в принятии решения да и просто неуверенности в себе достаточно просто если вы поставите во главе своих желаний следование своим принципам они получения прибыли в любой жизненной ситуации между выгодой и принципами лучше выбирать принципе и с этим очень сложно не согласиться потому что потому что это является очевидным но почему-то в трейдинге именно получение выгоды у нас становится на первый план по этой причине мы не ставим стопы залетаем в уходящий поезд либо не фиксируем профит по цели ожидая большего чем положено вознаграждение торгуем другие возможности не соответствующие параметрам нашей собственной системы и это все можно делать но главное осознавать последствия от этих действий и приведу такой пример из жизни к примеру всем женатым мужчинам могут нравиться чужие женщины а женщинам занятые и соответственно более успешные мужчины они могут быть более привлекательными и даже доступными для нас правда заключается в том что если мы ими воспользуемся это возможно и принесет больше счастья в моменте в краткосрочной перспективе но это оставит соответственно деструктивные ментальные отпечатки подсознание которые повлияют на наше взаимоотношение с женой или мужем в будущем кстати про ментальные отпечатки я вам рекомендую прочтению замечательную книгу майкла роуча называется она алмазный огранщик кто читал напишите пожалуйста в комментариях свои впечатления случае с торговой системой то же самое происходит мы должны ухаживать за ней но не изменяя ради мимолетного удовольствия иначе когда придет время мы не сможем ею воспользоваться находясь в неправильной позиции либо же в это время исправляя те ошибки которые мы допустили в ходе предыдущих наших действий и потом появляется соответственно много историй как я заработал денег но все потерял и почему же вы скажете так происходит да потому что внутри себя я понимаю что я этих денег не заслужил торговал не по системе потому мое подсознание будет направлять меня туда где я их обязательно потеряю я бы хотел с вами поделиться своими принципами которые я сам себе обязуюсь не нарушать сразу оговорюсь что обязуюсь не нарушать это не значит что я их не нарушаю так как человек в принципе может совершить действия в состоянии эффекта а рынок прекрасно умеет вызывать такое состояние но осознав нужно сразу же закрыть все позиции пока не придешь баланс и лучше всегда проверять свое состояние особенно когда вы находитесь позиции задавая себе такие вопросы проверяю ли я котировки в телефоне знаю ли я свой максимальный риск по открытой позиции открытая позиция приносит мне удовлетворение или страх и тому подобное вы для себя можете составить ряд таких вопросов и пару раз в день особенно когда вы находитесь в позиции когда открыты сделки проверять себя на адекватность вашего состояния и если вы по баллам не набираете нужное количество то лучше свои сделки ликвидировать и поработать над тем чтобы наладить свое состояние и привести его в баланс и так первый принцип быть последовательным это в первую очередь значит определить свод правил торговли которые соответствуют характеру пониманию рынка и работают у вас и всегда следовать этом этим правилам усовершенствуя их и добавлять в них что-то новое менять но не чаще рекомендую чем раз в месяц это делать чтобы приносила прибыль система конечно же ей нужно уделять время внимание ухаживать и не изменять ей какой бы красивой не казалась другая чья-то чужая торговая система и так второе это входить в сделку только если она набрала достаточное количество баллов как только появляется сделка первое что я делаю это ставлю таймер на телефоне на 10 или 15 минут так как я торгую и вхожу на 15 минутном графике то моя задача уложиться в одну свечу для того чтобы принять решение то есть 15 минут но чем уже чаще всего я принципе вкладываюсь в 10 минут и я не запрыгиваю боясь упустить данную возможность хотя желание честно говоря огромное в моменте и адреналин всегда зашкаливает несмотря на то что очень много лет уже проведено за графиками но физиология человека и гормональный фон он не меняется практически да и когда вы ставите таймер и начинаете прогонять вашу точку входа по баллам это активирует у вас в голове нужные нейронные нейронные связи которые необходимы для принятия решений и которые абсолютно деактивируются в момент когда вы видите благоприятную возможность это такое качество наша физиология третье это знать всегда свой риск и минимизировать его при входе в сделку лучше осознавать что сделка будет скорее всего убыточной и потому нужно принять свою потерю сразу тогда эмоциональная нагрузка она снимается заблаговременно и минимизируется влияние на нашу психику а наша цель трейдинге в первую очередь это минимизировать влияние эмоции на принятие наших решений четвертое это всегда видит цель по сделке это значит что не открывает сделку если есть точка входа должно быть понимание куда цена должна прийти и по какой причине если нету такого понимания я сделку не вхожу пятый принцип он очень интересный помедитировал торгую не помедитировал не торгую для меня это значит что я не подготовил свою психику к торговле если я не прошел медитацию подготовку своего ума я не могу соответственно обладать достаточной концентрации для того чтобы участвовать такой высококонкурентной борьбе как трейдинг здесь нужно очень пристальное внимание уделяйте себе своему физиологическому психологическому ментальному состоянии уровню своей концентрации вредным привычками так далее то есть нужно быть полностью подготовленным для того чтобы хорошо справляться со своими задачами трейдера шестое это вести документацию по своей торговле это вроде бы очевидно но знаю что многие этого не делают и я тоже не очень люблю заполнять эти все журнальчики но я понимаю что это потрясающе когда спустя какое-то время я могу проанализировать и оценить результаты своего труда что-то улучшить соответственно что-то подредактировать и я вас уверяю что если даже будет минус по вашей торговле то если ваши сделки будут записаны это будет вызывать гораздо меньше дискомфорта нежели если этого у вас не будет полюбите записывать свои сделки и качество торговли и психологическое состояние ваше обязательно улучшится и так седьмой пункт это после прибыльных или убыточных сделок неважно делать паузу либо же снижать риски и повышать бдительность обе ситуации как прибыль так и убыток конечно же сопровождаются повышением гормонального фона гормональным всплеском и важно понимать что при любом стрессе будь то позитивный или негативный наши надпочечники они начинают вырабатывать два гормона это адреналин гормон стресса но тот который связан с удовольствием больше и кортизол гормон страха соответственно это приводит к оттоку крови из неокортекса из префронтальной части головного мозга и злобной доли мозга в которой находится соответственно нужные нам нейроны для принятия решений и концентрации внимания в лимбическую систему которая отвечает за чувства и эмоции и в рептильный ум который тоже включается уже при сильном стрессе и ответственный у нас за выживание как бы нам не хотелось в этом состоянии отбиться и заработать и компенсировать те потери невозможно это сделать физиологической точки зрения так как начинают у нас работать инстинкты а как вы заметили рынок всегда работает против животной природы человека это абсолютный факт когда мы понимаем себя как мы устроены нам легче действовать согласно своим принципам и правилам если же правило к примеру можно нарушать вот как на дороге если когда вы не видите видимой опасности то вы можете нарушить но принципы никогда нельзя это убережет вас самых трудных ситуациях и вы будете чувствовать себя гораздо более уверенно по жизни даже если вы будете терять деньги но ваши действия будут соответствовать вашим принципам это не будет оказывать такого негативного влияния на вашу психику сидеть в убыточной позиции и страдать это самое худшее что может быть сожалеть об упущенных возможностях то же самое следуя принципам вы понимаете и вы будете убеждены в том что ваши от вас никуда не денется а нарушение принципов напротив она формирует неправильные привычки которые связаны со слишком ранним закрытием позиций или открытием их при недостаточном количестве подтверждающих факторов спешки и так далее и напоследок когда вы находитесь даже в самом подавленном состоянии скажите себе следующее ничего страшного я человек я не бог я могу ошибаться я пришел в этот мир именно для этого для того чтобы учиться главное в следующий раз не повторить тоже самое если я в следующий раз не повторю эту ошибку это уже будет огромный успех и показатель того что я стал лучше чем был вчера поделитесь этим видео с друзьями если кто-то из них инвестирует или торгует если считаете что этот материал это видео оно принесет им пользу всех благ друзья до встречи пока это все и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok